Добрый вечер, друзья, всем! С вами команда StreamTO. Сегодня данный замечательный и интереснейший бой буду для вас комментировать я, мистер Ванька, и сегодняшний мой напарник, тандемщик Immortal Hero Dove. Сегодня будем смотреть в очередной раз турнир Sandstorm. Играть сегодня будут команды Bombastic и Blackout Laves. Bombastic, к слову, в прошлый раз я уже смотрел, комментировал вместе с Мишей. Ну и сегодня им предстоит сразиться с такой командой, как Blackout Laves. Сейчас она идет в своей группе первым местом. Единственное, что она имеет в своем активе, кроме побед, это одну ничью. И это ничья именно с данным коллективом, только в формате Medium. Сегодня же ребята будут играть друг против друга в формате Hornetovas по рельсу. И будет очень интересно посмотреть, как завершится данная встреча. Потому что из группы выходят всего лишь две команды, и Bombastic'ам сегодня крайне нужны очки. Они на третьем месте в своей группе сейчас находятся. И если сегодня они не смогут добыть для себя очки, то уже с вероятностью где-то в 80-90% у них не будет шансов выйти в следующий тур из своей подгруппы в данном замечательном турнире. Есть у нас уже делиты, и раунд у нас уже должен сейчас начинаться. Какие-то поздние делиты в исполнении двух игроков, очень странно, но все же раунд у нас начинается. Маркер уже выдвигается по левому флангу, и сегодня вообще хотелось бы, наверное, больше посмотреть на команду Blackout Laves. Потому что как играют Bombastic'и я уже видел, когда они играли против авангардов. И больше хотелось бы уже посмотреть за новым коллективом для меня, потому что для меня вообще неизвестные никнеймы. И я, честно говоря, не знаю, как эти ребята играют и что они будут делать на данной карте. Но все же, если они пока идут в своей группе без единого поражения, я думаю, что они должны довольно-таки грамотно и достойно играть. Поэтому будем надеяться, что мы сегодня увидим довольно-таки качественную и интересную игру. Есть уже первая ДА-шка по правому флангу от базы Bombastic'ов. Люцифер уже забирает ДА-шку, пытается зайти в атаку. Протест на другом фланге попытался сейчас задэпить двух игроков. Мистер Лоннелли улетает на нетре, но, скорее всего, здесь прямо сейчас будет уже возврат в исполнении Blackout Laves'ов. Но все же подборы еще одного флага от Люцифера имеются. Правда, он здесь промахивается, но пока что Увоз свой продолжает. Браво! Попытается оттянуть флажочек на одну рельсу. Отличный выстрел в исполнении Маркера и в исполнении Годзе. Обоюдный возврат сейчас, скорее всего, произойдет у нас на карте. Хотя, в принципе, если бы Маркер смотрел в другую зону, можно было бы попытаться сохранить данную тряпочку. На своем уже, можно так сказать, респе и полноценно попытаться поставить первый флаг. Потому что счет до сих пор у нас не открыт. Полторы минуты уже прошло. Спейзи попытается сейчас увести здесь флаг. Мистер Лоннелли его отпускает. Правда, Спейзи тоже промахивается. Еще раз промахивается Мистер Лоннелли. Еще один промах от протеста. Есть шанс доставки у Спейзи. Отличные манцы. Но все же погибает от Маркера. Но сейчас увоз будет здесь у нас продолжаться. Годзе целый подбирает флаг. Мистер Лоннелли сходу погибает. И есть у нас первая доставка в исполнении Blackout Laves. Довольно-таки интересные и грамотные действия продемонстрировал игрок с ником Спейзи. Ну и, конечно, тут уже, наверное, тоже есть ошибки в исполнении команды Бомбастик. Два промаха это чересчур много на такой маленькой карте. При том, что противник уже увозил флаг. И за счет этого противник воспользовался таким моментом и сумел доставить свою первую тряпку. Поэтому 1-0 уже у нас в пользу Blackout Laves имеется. Руди Бой пытается увезти уже второй флаг в наглую. Просто разводя здесь противников. Но сейчас его, наверное, за это нагнут в данном эпизоде. И мистер Лоннелли остается на одну рельсу. И, к слову, там и Годзе, выстреливая такую полувертушечку, улетел в полный минус. Сейчас уже заделетился. Вроде как все у ребят нормально. Главное, конечно, чтобы не было никаких проблем с интернет-соединением. Потому что в прошлый раз у Бомбастиков в этом компоненте откровенно было не все так хорошо. Люцифер постоянно подлагивал. Что я и сейчас замечаю, что у него не такое уж и качественное интернет-соединение. По левому флангу от базы Бомбастиков выпадает уже ДА. Скорее всего, сейчас игроки Аутлапсов заберет ее. Годзе уже на двойном дропе. И будет пытаться заходить на вражескую базу. Параллельно. Бливая противников. И выжидая определенный тайминг на заход. Но это, чересчур, конечно, много времени сейчас теряет данный игрок. При этом, в всем раскладе Бомбастики-то тоже уже увозят флаг как минимум на размен. Браво, правда, заберет ДДшку. Довольно большое количество дропа удается контролировать игрокам. С клана Аутлапс отличный еще один минус. Правда, сейчас только 0.5. Еще и сквозной маркер рельсу здесь выдает. Еще один выстрел в исполнении Люцифера. Два танка остается сейчас у Атлаусов. И оба были на одну рельсу. Сейчас уже пойдут респы. И вроде как у них должно быть здесь все в порядке. Если, конечно, здесь маркер не выдаст рельсу. Но нет, он здесь тоже промахивается. И размену полноценному быть. 4 минуты уже у нас прошло. Спейзи выкручивает здесь какие-то вертухи. Вообще ни к чему они не смотрелись в данном эпизоде. Пересчур неаккуратно решил сыграть игрок. И мог за это, конечно, поплатиться, если бы противники атаковали. Но благо там все хорошо было для ребят. Протест уже остается на одну рельсу. Есть Годза на домике. И сейчас будут реальные проблемы у ребят. Из бомбастик Годза на одну рельсу улетит. Возвращает флаг и успевает быстрее своего противника. Вернуть здесь флажочек. Спейзи остается на одну рельсу. И будет... Не будет. Нифига себе, какие жесткие действия сейчас предпринимает Спейзи. Я уж на секунду подумал, что не сумеет игрок поставить флаг. Но все же такую сверх крутую обманочку сумел выкрутить данный игрок. Обманул своего противника и сумел доставить вторую тряпку. 2-0 уже ведут игроки с клана Outlaws. И, похоже, могут даже попытаться увезти сейчас третий. Годза на две рельсы еще остается. Аптечка есть в центре. Если он выживет, то будет прям вообще замечательно для него. И он, скорее всего, здесь выживает. Протест не успевает выдать быструю рельсу. И есть попытка доставки третьего флага. Погибает здесь Люцифер. Годза на одну рельсу. Есть скидка. Ну и Спейзи здесь ставит уже третий флаг для своей команды. Довольно-таки просто ребята здесь расправляются со своим противником. В очередной раз я замечаю, что бомбастики не так грамотно контролируют дроп. Что это было и против авангардов. Что и против сегодняшнего противника. Поэтому будем надеяться на то, что у них сейчас с игрой начнет что-то получаться. Потому что когда ты проигрываешь на карте 80% дропа, при том, что эта карта довольно-таки маленькая, то шансов вывозить, ну на чем ты можешь вывести. Пытаться вывозить на личном скилле, но, блин, это довольно-таки тяжело. При том, что расходка-то дает тебе двойные возможности. Ну я имею ввиду дроп. Поэтому в таком компоненте все это выглядит довольно-таки плачевно. Протест сейчас попытается... Нет, все же не поехал возвращать флаг. Хотя стоило бы, наверное, таки это сделать. Руди сейчас увезет флаг на размян еще и попутно выдавая отличную рельсу по мистеру Люциферу. Довольно-таки неврежно все же играют. И опасно в каких-то моментах игроки из клана Blackout Love. Но все же их опасность и такие довольно-таки резкие и необдуманные решения пока приводят к положительному результату. Как ни странно. Хотя, в принципе, если бы противник, я думаю, что не терялся в каких-то моментах, мог бы даже наказывать их за такие вот какие-то мансы, рельсы с вертушек, каких-то непонятные такие немножко движений, которые довольно-таки неаккуратно сделают игроки из клана Blackout Love. Но пока их все устраивает, довольно-таки комфортный счет они имеют. 4-0. Пока ни одного флага не доставили у нас бомбастики. Сейчас, к слову, они, скорее всего, могут попытаться поставить свою первую тряпочку. Браво все же увозит на одну рельсу. И сейчас год продолжает стоять на домике. Отлично данный игрок раз за разом занимает данную позицию. И за счет данной ключевой позиции на карте песочница сейчас сумеют даже аутлавсы поставить пятый флаг в свою копилку. И пока их игра выглядит просто безупречной. Если судить это по счету. Хотя я, в принципе, так не считаю. Тут, наверное, больше имеется ошибок от бомбастиков, которые просто не пользуются своими моментами. Возможно, в какой-то степени потерялись. Не понимают, что нужно делать. А может это просто настолько сильно влияет этот домик, синяя сторона. И поэтому в следующем раунде у них все пойдет как по накатам. Ну а пока мы имеем то, что имеем. 5-0 за 2 минуты до конца. Отличная игра от аутлавсов. И пока непонятно, что у нас происходит с бомбастиками в прошлый раз. Они также проиграли первый раунд авангардом. Потом собрались, выиграли довольно-таки грамотно на характере. Потом еще раз проиграли полностью разгромный раунд. Ну и все же четвертый раунд тоже они в той встрече проиграли. Но уже не так разгромно, как это было в третьем раунде. Поэтому надеемся на то, что сегодня ребята тоже соберутся. Начнут играть получше. В чате уже видим троллинг. Противник уже пишет 5 на 3 играют. Как будто кто-то из игроков клана бомбастик играет за них. Не знаю, к чему это было написано. Потому что в принципе даже если смотреть по счету, такого какой-то прям сверх разницы я здесь не вижу. Протест попытается увести второй флаг. Мистер Лоннелли здесь, к слову, это может реализовать. Годзе там будет, конечно же, скорее всего, первый. На подборе флага еще и зацепился здесь противник. Но все же здесь 3 игрока имеется. Должны разбирать Годзе и ставить... Не понял. А, он поставил второй флаг. А потом... А что это было? Что-то я не понял, как произошел данный момент. Что-то странное сейчас было. Мне так показалось, как будто сейчас что-то багануло. А не была какая-то полноценная и грамотная доставка. Но все же счет у нас 5-2. Мистер Лоннелли стремится поставить еще и третий флаг. За 35 секунд до конца есть третья доставка. Но тут уже, наверное, больше противник расслабился после 5-0. Отлично понимая, что уже времени мало. На камбэк всего лишь 2 минуты оставалось. На исправление ситуации у команды Бомбастик. Ну и противник уже просто расслабился. Уже начал троллить в какой-то степени. Написав 5-3. Изи каточка. Ну и посмотрим, что сейчас покажут Бомбастики. Я бы, наверное, на их месте сейчас был немножко агрессивно настроен на противника, который явно недооценивает своего оппонента. И можно попробовать ответить чем-то грамотным. Ну и плюс сторона сейчас будет более удобная. Посмотрим, как они будут реализовывать ее. Я помню, в прошлый раз именно мистер Лоннелли занимал домик. Возможно, сегодня у него тоже будет это получаться делать и реализовывать. И мы сумеем увидеть интересную, красивую игру в исполнении команды Бомбастик. Я очень сильно надеюсь. Потому что ребятам явно нужны сегодня очки. И если они сегодня не будут ничего забирать, то теряют они шансы на выход из группы. Хотя, в принципе, команда вроде как неплохая. Я, конечно, не особо большое количество игроков и команд видел в данном замечательном турнире. Но все же хочется верить, что у данной команды есть будущее. И сегодня у них что-то здесь еще сегодня получится. Как минимум, в прошлый раз надежду они нам дали. Дали четвертый раунд на данной карте. Возможно, сегодня сумеют тоже доказать то, что они не пальцем деланы. И сумеют вытянуть хотя бы один, а может два, а может даже три раунда. Свою копилочку. Потому что это всего лишь единственный коллектив, который сумел отобрать очки у команды Blackout Labs. Поэтому, я думаю, что они знают, как нужно играть им сегодня, дабы выигрывать данную встречу. Но и будем надеяться, что у ребят все будет получаться. 50 секунд уже остается до начала второго раунда. Ну и будет очень интересно посмотреть, как будут игроки из красного коллектива бороться со своим домиком. Будут ли они контрить данную позицию, либо же наоборот, будут больше выдвигаться по левому флангу, отдавая свой правый фланг полностью своему оппоненту. Это очень важный фактор на данной карте, при том, что формат у нас Хорната Воспорельса, это не медиум. Здесь все же домик решает намного больше, чем в медиуме. Все же там у нас есть и легкие танки в виде продувов, например, это будет джига. И решаются такие проблемы намного проще, нежели в формате Хорната Воспорельса. Ну и раунд у нас начинается. Заходит у нас замена, я так понимаю, у Blackout Love. Заходит Принц на карту. Замечал я у него какие-то микроподлаги. Надеюсь, что сейчас будет он играть довольно-таки стабильно со своим интернет-соединением. Не будет у него ничего лагать. И сумеет полноценно и грамотно сыграть в сегодняшнюю встречу. Есть у нас пропись дропа в исполнении команды Blackout Love. Да и противник здесь тоже написал, есть попытка уже у Воза. Но, скорее всего, здесь ничего не получится. Двое рельенных игроков остаются. Годзе получает еще одну рельсу от Мистер Лоннелли. Как я уже и сказал, именно данный игрок будет постоянно пытаться занимать вражеский домик. Ну и с него уже пытаться накидывать как можно больше урона. Протест подбирает ДДшку и получает сбитую рельсу себе в карман. Браво отлично использует не только свой никнейм, но и рельсу. И сумел здесь расправиться со своим оппонентом. Сейчас может даже еще и заберет броню по правому флангу от своей базы. И полноценно попробует зайти в атаку. Протест, к слову, мажет. С довольно-таки небольшого расстояния. И Браво сейчас может попытаться увести здесь флаг. Так, есть уже подбор. Остается всего лишь он на одну рельсу. Вытягивается на центр. Мистер Лоннелли его здесь должен добивать. Ну и Люцифер тоже попытается здесь увести флаг. Остается он на одну рельсу. Не контролируют они Руди Боя. Ну а Руди Бой, в свою очередь, довольно-таки грамотно расправляется с своим противником. И возвращает тряпку. 0-0. Полторы минуты у нас в очередной раз прошли. И до сих пор счет у нас не открыт. Хотя почти полностью первый дроп у нас уже упал. К слову, опять же, я замечаю подлаги от игрока. С ником Принц. Полстейн. Или как-то так его никнейм читается. Вот довольно-таки сложный ник. И сейчас данный игрок, к слову, стремится поставить первый флаг. Нет, все же падает 0-5 минус. Стреляя зачем-то вбок. В прыжке. Довольно-таки глупое решение, как по мне, было в исполнении данного игрока. Сейчас он мог поставить свой первый флаг. Но за счет неграмотных действий и ошибок лишился данного знамени. И отдал его своему противнику. Уже 1-0 за бомбастиками. Люцифер делает конвейер. И может сейчас попытаться поставить второй флаг для своей команды. Отличное исполнение сейчас было от протеста. Сбил он здесь противнику. Не дал попасть по своему тиммейту. Ну и Люцифер ставит уже второй флаг. Спустя где-то 20-30 секунд. Довольно-таки неплохие действия сейчас. Были в исполнении команды бомбастик. И такой хороший отрезочек они показывают. Возможно сейчас даже попытаются зайти на третий заходик. Пока немножечко противник потерялся. Нужно, конечно же, этим пользоваться. Нельзя сейчас отдавать ситуацию. Нужно продолжать играть в такое вот давление. При том, что еще и на сквозную подставляются у нас. Игроки из красного коллектива. Маркер сейчас подберет ДАшку. Наконец-таки бомбастики начинают забирать дроповые коробки. За счет которых могут делать довольно качественные и правильные атаки. При этом еще и пытаться отжимать здесь вражеский домик. Годзи, конечно, сейчас здесь контролирует его. Но все же дроп отобран. И еще протест отличный. Исквозную рейсу выдает. Сейчас выпадает еще одна ДАшка. По левому флангу от красной базы. Ну и скорее всего здесь ее должны контрить. Все же игроки Blackout Laves. Правда, три рейлинг. Не знает, кто из них будет брать. Четыре рейлинг игрока. Остается. Браво все же подбирает. Не видит он аптечку по центру. Хотя можно было бы сейчас поехать ее забрать. И быть целым уже в данном эпизоде. Что он, к слову, и делает. Правда, сделает такой довольно-таки большой круг. Еще и не попадает. Здесь есть подбор еще и ДДшки от одного игрока. Из клана Blackout Laves. И будет сейчас попытка увоза. Остается принц на одну рельсу. На двойном дропе. Браво здесь получает еще одну рельсу. Оставаясь на одну. И будет попытка... Или не будет попытки. Будет попытка увоза. Принц подбирает флаг. Дроп у него, к слову, сейчас должен спадать. Но довольно-таки жестко фокусят сейчас игроки Blackout Laves. Но все же пропускают. Здесь Люцифера, который довольно-таки быстро возвращает свою тряпочку на базу. И не дает противнику увезти данный флаг. Маркер попытается сейчас подобрать флаг противника. Еще и параллельно сбивает лично рельсу Руди Боя. Если бы сейчас еще одну попал, было бы вообще максимально эффектно в данном эпизоде. Но не получилось у него это сделать. Ну и как-то... Вяло выглядят игроки Blackout Laves. Несмотря на первый раунд, в котором у них, к слову, на протяжении первых 8 минут было все отлично. Сейчас уже прошло 5 минут. И ни дропа данные игроки особо много не контролируют. Ни каких-то сверх выпадов не делают. Да, сейчас есть попытка увоза в исполнении данного коллектива. Но все же, наверное, мистер Лоннелли надо было торопиться. Потому что сейчас будет все довольно-таки печально для них. Попытается сейчас дернуть флажочек. Люцифер врывается. Но все же не успевает даже выстрелить одной рельсы. 2-1 у нас имеется. Только я сказал, что игроки что-то расслабились. И как они мне сходу отвечают, что они еще просто не показали. Того, чего должны были показывать. И уже 2-2 у нас на табло имеется. Довольно быстро отыгрываются у нас аутлавсы. После такого перерывчика. Два конвейерных увоза. И мы уже имеем счет 2-2 за 4 минуты до конца. Годзе попытается увести еще одну тряпку. Мистер Лоннелли что-то здесь контролирует. Непонятно, что он. Правда, там сделал. И сейчас будет ли или не будет. Нет, не будет скорее всего доставки еще одного флага от аутлавсов. Есть здесь возврат. Не разобрались особо здесь игроки. Но вот протест может попытаться увести тряпку для своего коллектива. Браво получает уже одну рельсу. Мансит. Разводит противника на выстрел. Но все же протест здесь поставит. 3-2. В пользу бомбастиков у нас имеется. Ну и потихоньку бомбастики начинают отдавать вражескому оппоненту своему, можно так сказать, дроп. И это может сыграть с ними злую шутку. Сейчас Руди Бой попытается здесь увести флаг. Но как минимум у размен у нас в данном эпизоде должен быть. Протест прикроет своего тиммейта. Да, будет здесь разменчик. И есть еще и по правому флангу от красной базы ДЭАшка. Будет интересно, кто ее законтролирует. Браво уже остается на одну рельсу. Люцифер также на одну. Но все же Принц подбирает здесь данный припас. Оставаясь на две, уже на одну рельсу. Маркер с протестом также оба реляных. Нужно сейчас делать замену данного флага. Дабы можно было довольно-таки спокойно продолжать данный размен. Не нужно нервничать за то, что флаг двой на одну. И могут быстро приехать и вернуть его. Руди Бой сейчас пропускает Люцифер. Очень зря он это делает. Потому что Годзе довольно быстро врывается. И делает возврат. Три-три. Браво ставит третью тряпочку. Еще и параллельно подбирает ДЭАшку. Хотел сказать ДД. Немножко не тот припас. Люцифер на нейтре влетает на вражескую базу. И будет пытаться увозить здесь флаг. Браво, конечно, его здесь должен встречать. Протест не разобрался с Принцем. Принц уже увез флаг. И сейчас могут в Blackout Labs поставить четвертый флаг. Мистер Лонелли сейчас должны здесь расстреливать. Отличная стрельба сейчас. В исполнении команды Blackout Labs. И может сейчас поставить Принц четвертый флаг. За две минуты до конца начинают довольно грамотно играть игроки. Но здесь больше, наверное, таки бомбастики начинают ошибаться. Ну и в очередной раз я замечаю, что дроп по ходу раунда продолжает контролировать команда уже Blackout Labs. Хотя с начала раунда с дропом вроде как у бомбастиков было все хорошо. Ну и уже пятый флаг уходит. И скорее всего будет здесь доставка довольно-таки простая. Руди Бой, правда, не вернул здесь флаг. И сейчас замешкались ребята из Blackout Labs. Все же Принц берет все в свои руки. Скидывает флаг на штоки. Годзе отпреспился. Отпреспился и поставил данный флажочек. Браво. Ну просто как катком сейчас проходят у нас аутлапсы по своему противнику. Флаг за флагом везут. Ничего не боясь. Ну возвращая, доставляя. Собирая попутно еще и дроповые коробки. И все у ребят получается. Вот так вот просто с 0-2 счет у нас уже к концу данного раунда превращается в 6-3 в их пользу. И как-то не совсем эффектно все это дело выглядит для бомбастиков. Не реализует ребята свое преимущество. За 30 секунд 6-3 в пользу противника. Максимально печально все это дело выглядит. Еще и протест там крутится. Возможно таки залагал данный игрок. Еще и маркер тут в 0-5 минус улетает. Выходит с карты уже. Тихует скорее всего игрок. Нервничают ребята. Не все у них получается. Ну и это второй раунд. Для команды Blackout Labs. Не этого наверное таки я ждал. За синюю сторону. Ну и сейчас намного меньше шансов. У бомбастиков выигрывать раунд за красную сторону. Все же мы видели. Как умеют контролировать Outlaps'ы домик. Умеют играть за синюю сторону. При этом еще и собирают дроповые коробки довольно таки грамотно. И все это дело может сейчас полноценно свестись как счету 3-0. Без особых проблем закрывая своего оппонента. А возможно бомбастики сейчас попытаются отыграться. Так и бывает. Бывает не такое что получается чудо. Хотя я честно говоря довольно таки слабо верю в него. Но всякое бывает у нас. В таких встречах. Довольно таки расслаблены. По игре выглядят. Игроки из клана Blackout Labs. Все у них получается. Спокойно играют. Даже попутно какие-то вертушки выкручивают. Пытаются как-то покрасивее сыграть. Менее аккуратно конечно. Но если противник дает это делать. Если он за это не наказывает. Почему бы и нет. Почему бы не покрасоваться. Повыписывать какие-то грамотные красивые рельсочки. Ну и сейчас у нас вообще на карте имеется всего лишь 3 игрока. Команды бомбастик. Возможно какие-то технические неполадки сейчас. Имеются у данного коллектива. Но надеюсь что четвертый игрок зайдет. Есть у нас к слову и замена. Игрока с ником Prince. Похоже Space с Prince меняются у нас по сторонам. У каждого игрока что ли есть какая-то определенная роль на данную карту. Либо я не знаю. Может быть какие-то неполадки были у Space. Что его здесь менял Prince. Такое бывает. Но все же замена у нас сейчас происходит. 30 секунд остается у нас до делитов. Ну и будем лицезреть последний. А может и не последний раунд данного противостояния. Между командами Blackout Laves. И бомбастик. Out Laves к слову уже как я понимаю полноценно себе место в следующую стадию данного турнира добыли. Потому что ни одного поражения у них не было. Была всего лишь одна ничья. И по очкам у ребят отрыв имеется. Но если и эту встречу они закроют. Как минимум уже ничья у них имеется. Но может быть вообще все будет у них хорошо. Ждут у нас игроки. У бомбастиков как я и сказал. Все же имеются проблемы. Пишут ребята о том что не может ли противник подождать. На что противник отвечает что без проблем. Подождем. И это конечно довольно таки грамотное качество. В отличие от некоторых коллективов которые выступают даже в первой лиге. Которые наоборот. Лучше сыграют против пятерых нежели подождут своего противника. Не знаю зачем они конечно это делают. Но все же есть у нас такие игроки. Которые играют против пятерых. Еще и при этом показывая какие-то определенные интересные тактики. Кто понял о ком идет речь. Тот конечно молодец. Я так понимаю. Игроки с клана. Игроки с клана Blackout Labs. Говорят о том что. У противника имеется 5 минут. Технических. Все правильно ребята знают. Это правило. Молодцы. Это радует. Все же игроки у нас их читают. Они читают только призовые за турнир. Ну а также знают что можно делать на карте. Что у них в принципе имеется. Если что-то произошло. Поэтому ожидаем захода четвертого игрока с клана Bombastic. Ну а пока я вам могу сказать то что уже. Завтра начинается вторая стадия. Межкланового чемпионата. Вторая подгруппа уже собрана. Осталось у нас всего лишь 8 коллективов. И завтра игры у нас уже потихоньку начинаются. К сожалению завтра у меня возможности посмотреть и покомментировать. Ни одного боя не имеется. Но вот в субботу я думаю что кто-нибудь вместе с вами мы обязательно посмотрим. Мне честно говоря довольно таки интересно будет посмотреть за коллективами в межклановом чемпионате. Есть какие-то определенные для меня уже фавориты. Какие-то команды. Просто хочется посмотреть что они будут делать вообще в данном турнире. Все же уже у нас все ближется потихонечку к завершению. К выходу в плей-офф. Ну а там уже будут у нас играть полноценные легенды. Танкового киберспорта. Вы уже сможете и прикупить красочку за игроков. Болеть за своих. Это конечно довольно таки круто. То что такая возможность у нас будет. Ну а пока ребята все же еще ждут четвертого своего игрока. Но для меня конечно в какой-то степени это довольно таки странно. То что у коллектива в котором состоит 10 игроков. Если я не ошибаюсь. Сейчас откроем танки спорт. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Десять игроков на карте всего лишь нужно. Присутствие четверых. И у команды проблемы с этим четверотым игроком. Хотя количество имеется в активе вдвое больше. Как-то странно. Ребята подходят к турнирам. Хотя бы одну полноценную. Но лучше конечно две. Замены на турнир иметь. Тогда иначе для чего вообще в принципе игроки нужны. Если они не заходят на карту. Если они не могут в нужный момент подключиться. Помочь. Своей команде. Но все же. Вроде как четвертый игрок. Заходит у нас прямо сейчас. И будет наверное таки у нас. Перезаход. В исполнении данных двух коллективов. И они уже. Продолжат встречу. И перейдут к своему третьему раунду. Пока у нас ребята еще не начали. Возможно у вас имеются какие-то вопросы. Пока у меня есть время поотвечать на них. Если вы хотите можете их задать прямо сейчас в чатик. Я постараюсь на них дать ответ. Если у вас вопрос какой-нибудь связан например с турниром. Или с каким-нибудь моментом правил. Или еще с чем-нибудь. Если хотите можете задать его. Очень интересная сейчас была переписка. В исполнении коллектива бомбастик. Зашел игрок на карте. На карту. И спросил. А вы можете подождать 10 минут? У меня нет времени. Пожалуйста подождите 10 минут. Ему ответил игрок. Окей хорошо. Давай только быстрее. Противник спрашивает. Перезаход? А игрок из коллектива бомбастик пишет. Нет, нет. Подожди. Он открывает. Кейкер. Тоже попытается сейчас подождать довольно таки такое длительное время. Хотя правилами данное действие запрещено. Имеется у коллектива всего лишь 5 минут. На решение всех технических своих неполадок. Ну, ребята, похоже, хотят немножечко подтянуть время. Возможно, удастся у них это сделать. Возможно, нет. Сейчас увидим. Насколько долго захотят ждать их оппоненты. Насколько стойкие у них нервы. Хотят ли они вообще играть этот третий раунд? Ждать. Если ждут сейчас, возможно-таки подождут до конца. Это с их стороны хотя бы выглядит довольно таки уважительно. Но все же некрасиво со стороны уже бомбастиков, которые пересчур сильно пользуются добротой своего оппонента. И хотят уже вместо положенных 5 минут затянуть данный бой на минутах 15-20. Это, конечно, выглядит максимально печально. Надеются, ребята, что у них есть сегодня шансы еще какие-то на победу. Ну, уже полноценно 10 минут прошло у нас. Вопросов, я смотрю, в чатике у нас нет. Ребята тут общаются на каком-то языке, который мне неизвестен. Я даже, честно говоря, не знаю, что это за язык. Есть у меня, конечно, догадки, но я не буду предполагать, какой это может быть. Но пока что игроки у нас ждут. Ждут, надеются и верят. Все же Зайдут у нас ребята на карту. Играют Возможно-таки последний свой раунд. Просят уже перезаход. Ну, и будет ли сейчас перезаход. Да, перезаход у нас имеется. Наконец-таки. Наконец-таки перезаход у нас и есть. Заходит ли четвертый игрок? Да, заходит у нас четвертый игрок. Слово, четвертый заходит тот, который выходил. Возможно, это и правда были какие-то технические неполадки. Ну, и сумеет сейчас данный игрок продолжить полноценный бой. Как бы результат не сложился. Но отдать нужно должное команде Blackout Love за то, что имеют терпение и хотят честно завершить данную встречу. Через минуту у нас уже должны быть делиты. Надеюсь, что все хорошо. Бомбастики. Теряосмыслили, возможно, даже в какой-то степени свою игру. И сейчас сумеют ворваться на третий раунд с новыми силами. И, возможно, показать нам что-то интересное. Но все же, конечно, тоже сторона уже будет у них красная. Противник будет контрить вражеский домик. Посмотрим, что с моралью у коллективов. Я думаю, что довольно-таки спокойно сейчас будет чувствовать Blackout Love за себя. Ну вот. Что там у бомбастиков? Я, честно говоря, даже предположить не могу. Когда игрок у вас лагает, замены нету. Бывает, конечно... Совсем круто в таких моментах все происходит. Ну и есть у нас начало уже третьего раунда. Довольно-таки агрессивно начинают у нас коллективы. Годзе уже пытается увозить флаг по респуам. У него это может сейчас получиться. Люцифер здесь появляется, но не успевает выдать ни одной рельсы. Ну и Годзе будет ставить первый флажочек для своей команды. Спейзи на двойном дропе, попутно подбирая еще одну ДДшечку. Твой активчик. Браво выдвигается на центр. Хотел выдать здесь такую полувертушечку. Не получилось у него это сделать. Пришлось отдать флаг противнику. Не сумел он вторую тряпочку увести здесь. Ну и маркер. Спейзи испытывает какие-то технические неполадки. Возможно сейчас будет замена данного игрока. Видны, да. Проблемы. Ну, возможно. Бомбастики сейчас наоборот воспользуются этим. Хотя сейчас спейзи вроде как испанулся. И все хорошо у него. Дроп падает. Последняя ДДшечка. Годзе уже может сейчас подобрать ее. Но все же оставляет под своего тиммейта. Браво сейчас подберет ее еще и на фулл хп. Довольно-таки комфортно. Сейчас себя будет чувствовать команда. Blackout Labs. Даже при том, что один игрок, даже два игрока сейчас у них начинают ужасно подлагивать. Тут это как-то очень печально выглядит, если честно. Когда такие моментики происходят. Ну, благо это какие-то обычные подлаги. Которые быстро проходят. И вроде после них все у ребят интернет-соединением нормализуется. Братец здесь довольно тоже как-то глупо промахнулся. Маркер ставит первую тряпку для своего коллектива. Мистер Лонали уже на конвейере. Хоть было не попал сейчас. Разворотику по браво. Тогда был бы хоть какой-то минимальный шанс на увоз. Но не сумел он этого сделать. Маркера здесь тоже сливают. Не сумел он проконтролировать дроповую Дашку. Хотя Лонали здесь ее забрал. Оставаясь всего лишь на одну рейсу. И Люцифер стремится поставить второй флаг для своей команды за 7 минут и 45 секунд до конца. Браво! Влетает. Забирает у нас с центра одну ДДшку. Мистер Лонали отвечает тем же. Ну и получая конечно лишнюю сквозную рельсу. Протест промахивается опять. Я замечаю. Грубо говоря с полметра. У игрока с рельсой не так замечательно. Все. Попытается сейчас Мистер Лонали увести флажочек. Годзе выдаст одно. Но будет продолжать сейчас увоз. Игрок клана Бомбастик. Отличный сейчас был рельс в исполнении Годзе. И браво может сейчас даже вернуть флаг. Возврат у нас имеется. Довольно так эффектно попал там Годзе. Умел предотвратить данный увоз. Ну и потом уже его тиммейт включился. Вернул флажочек. Руди Бой сейчас подбирает ДАшку. Выдвигается на вражескую базу. Плориспам сейчас будет делать довольно таки эффектный заход. Маркера с домика сливают. И можно увозить здесь флажочки. Единственный протест остается сейчас на вражеской базе. Бразе, которая подбирает. Вражескую тряпку. Ну и если сейчас Бомбастики сумеют еще и вернуть флаг. Остается Спейзе на одну рельсу. Протест довольно таки агрессивно хотел сыграть в данном эпизоде. Не получилось у него этого правда сделать. В упоре здесь попадает. Руди Боя сливает. Годзе останется сейчас на одну рельсу. Вот вторую только пока что некому выдать. Люцифер промахивается. В очередной раз с небольшого расстояния. Влетает маркер. И могла бы быть попытка возврата данного флага. Если бы была бы у него первая рельса. Но рельса то вторая. Есть уже довольно большое количество выпавшего дропа. И игроки из клана Бомбастик сейчас могут его подконтролировать. Мистер Лонали отправляется на ДАшки. В минус. Спейзе тут какие-то вертухи накручивает. Годзе стабилен. Сквознует. ДДшную рельсу выдает. Правда сейчас опять тоже в упор мажет. Что-то промахов стало намного больше. Но игроки из клана Блэкаут Лавс возвращают вражеский флажочек. И доставляют для себя второй. И уже на конвейере третий флаг. Опять начинает контролировать дом. Опять начинает теряться команда Бомбастик. Пять минут остается до конца третьего раунда. Браво ведет уже четвертый флаг. Начинаются вот эти вот конвейерные увозы. Видит сейчас Спейзе ДАшку. Или же не видит. Непонятно. Демонстрирует нам данный игрок. Я честно говоря так и не понял. Видел он ее или не видел. Довольно большое количество времени он там прокрутился возле стеночки. Хотя если бы наверное таки видел сходу. Мог бы быстро бы поехать. И уже дергает флажочек где-нибудь на полпути. Но все же флаг он дергает. Остается на одну рельсу. Протест может выдать ее. Руди бой. Подстрахует ли своего тиммейта? Да. Подберет флажочек. Но скорее всего здесь возврат будет. Мистер Лоннель возвращает флаг. 4-2. 4 минуты. Маркер промахивается. Отличная игра корпусом в исполнении Браво. Руди бой. Тоже не получает рельсу от противника. Промахов стало намного больше. В исполнении коллектива Бомбастик. И Спейзи дергает 5-й флажочек. Браво. Страховать будет своего тиммейта или нет? Есть страховка. Есть Годзе, который будет сейчас продолжать увоз. Мистер Лоннель остается всего лишь на одну рельсу. Мансует. Выжимает аптечку с центра. И уже на фулл хп доводит флажочек до своей стеночки. Но все же скорее всего возврату здесь быть. Да, имеется у нас возврат. И пятая доставка. Соответственно для команды Blackout Labs. Ну вот сейчас уже конечно максимально просто выглядит игра для них. Я конечно ожидал увидеть большего. От команды Бомбастик. Бомбастик опять Спейзи у нас залагал. И конечно подлаги довольно таки неприятные испытывает игрок. Хоть и если честно они так сильно на игру и не влияют. Больше ухудшают именно самому игроку. Его игру. Нежели противнику. Но я честно говоря не знаю. Как можно получать удовольствие. Испитывая такие моментами технические неповадки. Ну все же если игрок играет. Значит у него как он считает все хорошо. Спейзи пытается поставить седьмой флажочек в свою копилку. Люцифер все же возвращает здесь флажочек. Используя так называемый подкопчик. Две с половиной минуты до конца. Четыре флага преимущества имеет сейчас у нас коллектив. Блэкаут Лавс. Маркер падает в минус. Ну и потихонечку данная игра движется к своему логическому завершению. Против коллектива Авангард. Все таки бомбастики выглядели поувереннее как по мне. То ли противник давал больше сделать. То ли сами игроки играли получше. Но сегодня явно у ребят игра не клеится. И получается у них реализовать свои моменты. Да и дроп как-то не совсем уж грамотно контролит ребята. Сейчас Годзе конечно потерял лишний флажочек. Сумеет ли здесь поставить... Нет, даже и здесь не сумел поставить маркер его. Возвращают игроки Блэкаут Лавса флаг. Люцифер попытается отвести. Но здесь Годзе должен быть надежен. Хотя еще и выдает рельсу пока что не в ту зону. По протесту еще и прилетает. И еще и сквозная рельса от Годзе. Мистер Лонали подберет здесь флажочек. Но все тот же Годзе вбивает еще один танк. И возвращает флаг довольно таки грамотно. Все же играет данный игрок. И есть у нас уже в чате слово GG в исполнении мистер Люцифера. Который уже полноценно понимает что данное сражение проиграно. И выходит у нас с данной карты. Ну а я могу в свою очередь... Поздравить наверное таки коллектив Блэкаут Лавсов. С выходом в следующую стадию. Осталось им им еще играть. Если я не ошибаюсь. Давайте я все таки проверю. Чтоб сейчас ерунды не сказать. Остается у них сыграть еще одну игру. А именно 10 раунд. Ну по очкам здесь у них уже скорее всего стабильное первое место. Если здесь... Да, здесь у нас за одну игру дают 3 очка. Да, стабильное первое место у нас уже у команды Блэкаут Лавс имеется. А это значит что они уже точно выходят в следующую стадию. Турнира Сэнд Шторм. Ну и противники я думаю что уже должны быть посерьезнее у данного коллектива. Здесь они мягко говоря никого сильного для себя не встретили. Там уже у нас будут и Легионов Кингс и Респекты. Появятся даже те же кадеты, которые сегодня у нас к слову тоже играли на параллельной трансляции. Не знаю как у них там сложилась игра конечно. Но все же это те коллективы, которые я для себя хотя бы хоть как-то знаю. Поэтому я думаю что они в свою очередь какую-то конкуренцию составят. Ключик у нас на данный розыгрыш. Друзья 6,5,5,5. Одна шестерка, три пятерки. Поэтому можете уже вводить его и участвовать в розыгрыше.